Дорогие друзья, быстрый ответ на ваши вопросы. Вас всех заинтересовали вопросы реабилитации и применения гормонов анаболических на различных стадиях реабилитации. Дорогие друзья, быстрый ответ на ваши вопросы. Регенерация тканей будет, увеличение количества ДНК, РНК, усвоение более высокое в кишечнике, аминокислот и так далее. Увеличение количества всасываемости макро- и микроэлементов. Но нужно учитывать, что тренобаллон еще по своим побочным эффектам более выражен, чем нежели нандролон. Хоть он и является дериватом, но у него совершенно другая формогенетика, у него совершенно другие побочные эффекты. Какие? Смотрите мой видеоролик о тренобаллонах, их уже два вышло на канале. Для нас очень важно понять, что если вы хотите использовать у пациента именно после реабилитации, после каких-то заметных травм возрастные пациенты, так как тренобаллон своей активности меняет в первую очередь реологию крови, то в первую очередь вы получите побочный эффект, соответственно, по сердечно-сосудистой системе. Гораздо более выраженный даже на низких дозировках, чем нежели у нандролона. Ну и отсюда все вытекающие. Можно ли его использовать на реабилитации? Да, конечно, можно. У какого пациента его использовать на реабилитации? Большой-большой вопрос. Ну понятно, что у молодежи, может быть, так скажем, в отрыве от анамнеза пациента сложно, соответственно, сказать, можно или нельзя. Нам нужно изучить анамнез. И помните, с этого все начинается, с анализа, чек-лист на анализы, опять же, видео. Я говорю о том, что дальше будут выпуски про балденон, про анаполоны. Мы будем тоже разбирать, что в некоторых случаях они более применимы даже на использование каких-то этапов реабилитации, чем нежели, соответственно, тот же триноболон. Просто по той причине, что нет такого яркого влияния на реологию крови. Но, тем не менее, напомню, что побочными эффектами обладают все анаболические стероиды, а также обладают и кортикостероиды, да, и применение любых гормональных средств должно быть с изучением анамнеза пациента. Вот, касательно ответа еще раз на ваш вопрос, голосуйте в комментариях. Наверное, может быть, даже стоит снять какой-нибудь топ анаболических стероидов, применимых для реабилитации, для восстановления, соответственно, суставов, связок, опорно-двигательного аппарата. Мы обо всем об этом можем поговорить подробнее. Еще раз зафиксируем, что мы сегодня узнали. Триноболон применим на стадии реабилитации, является дериватом нандролона, соответственно, но при этом имеет кучу побочных эффектов, поэтому по факту мы его можем назначать только спортсменам, которые его уже применяли и, соответственно, которые уже имеют происследованную кровь, и у них отсутствуют противопоказания для применения триноболона. Такие дела. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я вас всех жду на своих онлайн-консультациях. И да пребудет с вами здоровье, дорогие друзья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!